Всех приветствую на канале Муравьи Ярослава. Сегодня я расскажу о том, как перенесли все мои колонии двухнедельную автономию. Как вы в курсе по парочке прошлого моего видео, я уезжал на две недели в Сочи отдыхать, в поисках маток и все дела. Кстати, ссылочки на эти видео будут вверху, в правом верхнем углу, где-то там. Начнем с того, чего я просто никак не мог ожидать и то, что повергло меня в шок. А именно, у меня сбежали жнецы. Да. Вы же это видите? Вы видите, да? Я специально составил помидоры на пол. Думал, ну, как бы, чтобы не засохли, чтобы солнце их там особо не опалило. А вы видите, что они сделали? К сожалению, дальше снять не смог, потому что был очень занят поимкой. Ловил я их не один день, ну, ладно. В общем, поймал. Давайте перейдем к тому, что хоть небольшое количество муравьев пропало, ну, по понятным причинам. Но при этом у них просто куча расплода. Вот просто. Несколько камер, наверное, 3 или дальше 4, заполнено личинками, куколками, яйцами и т.д. Вы можете спросить, а как же они у тебя сбежали? Это все-таки не фейдоли, это жнецы. Они достаточно крупные, как бы, ну, типа, как это вообще возможно? Ни у кого не сбегают, а у тебя сбегали. А все дело в том, что эти заразы нашли маленькую-маленькую щель, или, я не знаю, сами ее прогрызли, в моей самоделке. Вон там вот, видите, между сальником и пластиком есть небольшая такая щель, которую я заткнул ватой. Видимо, они ее подвытащили и спокойно прошлись. Ну, да. Вот, в общем, со жнецами как-то, ну, даже не знаю. Вроде бы у них и в численности должно скоро прибавиться, а вроде бы и они подсбежали. Ну, как-то... Не знаю даже, как это сказать, хорошо ли они перенесли или плохо. Давайте будем двигаться дальше. А дальше у нас Мирника Рубра. В принципе, неплохо перенесли. Даже в численности прибавилась парочка рабочих. Даже отложили еще небольшую горку расплода. В общем, у них все прекрасно. Они ночели на расслабоне, у них есть запас семян. Вот так вот они постоянно на арене какой-то разведчик, а большинство сидит в гнезде. Давайте же их покормим. Ну, и, соответственно, не забываем дать ячинку жукознахаря, чтобы они восполнили немного свои запасы белка и еще больше стали размножаться. Так что, давайте я покажу охоту. Только надо сказать, что Мирника это такой вид, который и в природе, и в домашних, скажем так, условиях, они любят больше в гнезде посидеть. Примерно 95% сидит в гнезде и только 5% на поверхности. Как и в природе, так и дома. Но, зато, как только какая-то опасность или еще что, колония мгновенно мобилизуется, и уже на арене 95% муравьев и только 5% в гнезде. Поэтому для того, чтобы они начали нормально охотиться, их для начала немного надо потрясти, скажем так, пострессовать, чтобы они начали, чтобы они активизировались. А теперь, похоже, они не успели активизироваться и упустили одну личинку снахаря. Давайте закинем еще одну. Вот эту постарайтесь вы не упустить, пожалуйста. Она более активная и ее легче заметить. Сразу же два рабочих прям вцепляются в нее. Я легкими постукиваниями призываю следующих. И все, это уже кровавое месиво. Вот примерно как-то так это выглядит. Они начинают затаскивать, убивать, все остальное. Перейдем, пожалуй, к следующей мирмике. У-у-у-у, здесь все печально. Это мирмикору Генодис. И походу они прогрызли вату. Вату, которая соединяла ассек с водой, с гнездом. Ну, в общем, вы сами все видите. Да, это выглядит крайне ужасно. Расплодность затопила. Муравьи стрессия. Матка еле жива. Парочку погибло маток. Много рабочих тоже погибло. Я даже не знаю, смогу ли я спасти эту колонию. Я, конечно, попробую многое сделать. Но не обещаю, скажем так. Уж слишком у них был большой стресс. Они чудом выжили. Разве что попробую еще подкидывать рабочих. Но даже не знаю. Давайте соединим пробирку. Да. В общем, как говорится, земля тебе пухом. К сожалению. Но, скорее всего, это так. Ладно, давайте не будем долго о грустном. Переходим к муравьям. Бегункам Катаглиписа и Носценус. У них поумирало несколько рабочих. Ну, скорее всего, из-за старости. Потому что они же были подкинуты. Но зато сейчас в коконах сидят очень много новых муравьев, которые в будущем заменят старых. Но в остальном у них все очень даже неплохо. Давайте покормим их с сахарным сиропом. И дадим одну, а может быть, даже, кстати, и две личинки жука за нахрен. Заметил я то, что они достаточно вялые стали. То есть, обычно на арене постоянно кто-то бегал. Но сейчас как-то не знаю. Скорее всего, это связано с тем, что появились родные рабочие. А те, которые были подсажены, они были более агрессивными. Потому что они жили, так скажем, в природе. Понятно, да? Там больше естественных врагов. Там больше надо защищаться и т.д. Поэтому они постоянно были на арене. Но эти, видимо, просто еще численности не достигли, чтобы быть такими агрессивными. Ну, с ними, в общем-то, все. Давайте переходить к следующим. Это у нас Лазиус Ниггер. Вот так вот они выглядят. Они, в принципе, хорошо перенесли мое отсутствие. И благодаря тому, что у них была поилка, они вообще прекрасно выжили. Единственное, что все переселились на арену временно. Потому что, ну, как бы там влажность и все остальное. Но как только я увлажнил фармикарий, все тут же перебежали обратно. Все-таки там им больше нравится. Я капнул им смачно такую капельку сиропа и кинул жирненькую личинку же кознахаре. Чтобы они восполнили свои силы и стали гораздо быстрее размножаться. Расплода у них не прибавилась и не убавилась. Такое ощущение то, что они чуть-чуть поели и чуть-чуть матка снова отнесла. Ну, не знаю. В общем, давайте переходить к следующим муравьям. С этими, в принципе, все понятно. Мессор Дентикулатус. Как вы видите, сейчас большая часть муравьев на арене. В гнезде совсем чуть-чуть. Вот, видите? Даже если я увлажнил фармикарий и у них в паилке закончилась вода, они все равно пока что там сидят. Сейчас у них надо убрать паилку, затемнить ходы и поставить свет. Ну, через какое-то время они все равно переселятся. Вот, например, сейчас они это уже сделали. Заканчивают перетаскивать свой расплод. А потом будут предоставлять семена. У них все шикарно. Появились новые рабочие. Они прям неплохо так прибавили в численности. И это заметно по побегам во время кормлений. Да. Совсем скоро их надо будет переселять. Я планирую сделать для них самодельный фармикарий. Но это как-нибудь в другой раз. Следующие муравейки. Компонотус вагус. Вот так это они выглядят. Они немного потеряли парочку своих рабочих. Потому что, ну, не знаю, еды, что ли, на них не хватило. Или еще чего-то. Ну, в общем, чувствуют себя они хорошо. Активные. Есть небольшой пакетик яиц. Есть немножко личинок. Так что я думаю, они скоро прибавят в численности. Давайте капнем им такую неплохую тоже капельку сахарного сиропа. О, знакомый момент. Да? Когда совсем немного жмешь на шприц, оттуда выливаются вот такие вот капли. Да ладно, им, в общем, этого хватит. Ну, и, конечно же, не забываем про личинку жука знахре. Белок им сейчас понадобится. Надо немножко наесться. Надо, чтобы еще хотя бы одно поколение до зимовки вылупилось. Ну, а дальше они спокойно отправятся на 6 месяцев в холодильник. Об этом, кстати, тоже выйдет видео. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Следующий у нас на очереди муравьи в форме каполиктена. С ними все печально. К сожалению, мои самые любимые муравьи и такое. У них умерло 3 подкиданных рабочих. Все 3. Осталось только 2 родных. Матка съела весь расплод. И, видимо, новый так и не откладывала. Да. Это достаточно грустно. Но надеюсь, что у них все получится. Скоро надо будет переселять. Надо хорошенько их покормить сейчас белком, сиропом. Кормить достаточно часто. Чтобы матка снова отложила яйца. Поскольку она уже это сделала, значит, скорее всего, сможет сделать еще раз. Как минимум, я на это очень сильно надеюсь. Думаю, что если до середины октября она это сделать не сможет, то придется ее отправлять на зимовку. И уже после этого она должна отложить уж точно яйца. Следующие муравьи это месер барбарус. Вот так вот они выглядят. Они, мне кажется, почти лучше всех живут сейчас. Потому что они их прибавили в численности. Причем так неплохо. У них много расплода. Но у них понятно, что есть еда, есть вода. Сейчас они живут в шоколаде. Все. У них все шикарно. Все отлично. Давайте я им кину тоже личиночку в жукознахаря, чтобы было еще лучше. Но, в принципе, все. Все хорошо. Поехали дальше. Дальше у нас муравьи, которые тоже себя шикарно чувствуют. Это, кроме того, гастероскутиларис. У них все еще даже проще, чем у барбарусов было. То есть им не надо никакой воды. Им не надо никакой еды. Потому что они ее заготовили на месяц, наверное. У них прекрасное количество расплода. Они прекрасно развиваются. Матка отложила недавно. Новый пакетик яиц. Матка бодрая. Все такие вот прям веселенькие. Тем не менее, их тоже надо будет подкормить сахарным сиропом. И дать личиночку в жукознахарь. Несмотря на то, что у них белка, в принципе, и достаточно. Они очень классно пьют, кстати, сахарный сироп. Дергая брюшком. Я думаю, что потом кину им еще капельку просто воды. Чтобы они, скажем так, попили. Ну, все-таки, совсем без воды-то тоже нельзя. Поэтому, ну, она не помешает, во всяком случае. Я ее хоть и редко даю. Но, тем не менее, это рекомендуют делать. Следующая у нас на очереди феидолия полидола. У них тоже прекрасно. Они размолотили личинку жукознахаря просто в пыль. Вы видите, да? То есть ничего от нее не осталось. Какие-то ошметки и все. Вот эти вот мелкие товарищи. Просто живую личинку-знахарь сначала убили. Потом ее размельчили просто в пыль. Расплода также крайне много. Я, кстати, вижу, там есть достаточно большая личинка, из которой должен появиться солдат. Кинуем тоже личинку жукознахаря. Только живую такую. Ну, как живую? Она как бы особо не двигается, но все равно живая. Также капельку сиропа. Ну, капельку опять же. Очень много маленьких, чтобы они не утонули. Похоже, кормить становится сложноваста, поэтому, думаю, скоро подсоединю к ним арену. Правда, надо будет все промазать антипобегом и заклеить все термоклеем. Ну, ладно. Это не так страшно. Потому что формикарию у меня для них нет. И в ближайшее время вряд ли будет. А делать сам для фейдолий, формикарий, ну, я как-то не очень хочу, да? То есть, я лучше до весны подожду. Потому что зимой все равно не такое количество расплода, как летом и осенью. Думаю, что месяца в шесть они все-таки здесь протянут. В этой пробирке с ареной. Чуть не забыл про компонату Спитселус. Чувствуют они себя превосходно. Никто не умер. Появилось совсем немножко новых яиц. Но, тем не менее, они появились. Тоже кинул им леченку жука с нахаря. И по стандарту покормил сиропом. Вообще, они мне не очень нравятся. Но, тем не менее, что-то в этом есть. Ну, вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка закреплена на комментарии. А также на телеграм-канал. Ссылка там же. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok